Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остаются на горизонтальной планке. А для того, чтобы обеспечить рост народа населения, это минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка. Путин озабочен тем, что российские женщины мало рожают. Население катастрофически сокращается. Страна, которую год не может вырваться из демографической ямы. Только по данным Росстата численность населения в 2023 году снизилась почти на 300 тысяч человек. Ну а как там на самом деле, можно только догадываться. Спросите у российских генералов, которые кладут в мясных атаках под Авдеевкой, Бахмутом и Часомом Яром десятки тысяч своих солдат и офицеров. Чиновники и православная церковь уже неоднократно пытались запретить прерывание беременности, а некоторые регионы даже вели ограничения для частных клиник. Запретить аборты, запретить идеологию child-free, приказать всем плодиться и размножаться. А еще запретить все нетрадиционное и поощрить все традиционное. Для этого Путин четыре года назад даже переписал Конституцию России, где указано, брак это исключительно союз мужчины и женщины. Хорошо еще бы ограничить женщин, чтобы они не работали и желательно не получали высшее образование. Будете смеяться, но такие мысли пробрасываются самими женщинами от власти. Вот пассаж сенатора Челябинской области Маргариты Павловой. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое оно потом, по сути... И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта детородная функция. Не боитесь, что вас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад? Не опасаетесь этого? А что в этом страшного? На эту же тему импровизировала директора Института биологии и биомедицины имени Лобачевского Мария Ведунова. Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало образование. Возможность получать образование. Милые заявления. Успешная женщина, она же должна реализовываться на работе, делать бизнес-процессы, она должна, не знаю, становиться доктором наук. И в это время кто же будет рожать детей, кто будет заботиться о детях, воспитывать, создавать уют. Правда, Мария Ведунова пожаловала, что ее слова были вырваны из контекста. Но видео получилось вирусным. Естественно, Путин при каждом удобном случае напоминает свои пастве из послушных чиновников и общественных деятелей. Нужно возрождать многодетные русские традиции. У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семьи, и по восемь, и того больше человек. В католической Польше запрет абортов не поднял рождаемость, а простимулировал абортный туризм и увеличение смертельных случаев от искусственного прерывания беременности в кустарных условиях. В российском переходе от авторитаризма, где каждый мог заниматься своими делами, к тоталитаризму, где каждый должен стать частичкой государственного тела в прямом смысле этого слова, Кремль решил оценить репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Правительство дало указание Минздраву массово проверить россиян на фертильность. Что это значит? Это уже новости из утробы России. В год семьи через всеобщую диспансеризацию власть хочет понять, кто еще может в России рожать и оплодотворять. Надеюсь, что это будет добровольно. Сталин по-своему решал демографическую проблему. Он стимулировал рождаемость за счет налога на бездетность, который существовал в СССР как налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Его ввели с ноября 1941 года, когда уже немцы были под Москвой. И отменили в декабре 1991 года с развалом Советского Союза. Воспользуется ли Кремль лайфхаком Сталин? Обсудим с феминисткой Залиной Маршинкуловой. Авторка телеграм-канала «Женская власть» теперь и уголовница. На нее завели дело об оправдании терроризма за ее антивоенные посты. Как думаете, Залина, это все ведет к дополнительным налогам на чайлфри и просто бездетных? Разумеется, это абсолютно просто немыслимая, мизогинная, женоненавистническая инициатива. Конечно же, потому что, разумеется, она направлена на то, чтобы оказывать на женщин репродуктивное давление. Это называется репродуктивное насилие. Это, как известно, традиционные ценности, в принципе, особенно путинские, особенно провластные, построенные на ценностях насилия, так называемого. Это все входит в эти рамки. Насилие, насилие и еще раз насилие. Эмоциональное, физическое, репродуктивное. То есть вот эти вот так называемые ценности, с которыми всю свою жизнь борюсь я, например. Стимулирование рождаемости – это нормальная политика в любой цивилизованной стране, где низкий прирост населения. Но вот почему в России попытки властей пропагандировать традиции многодетных семей вызывают часто отторжение и критику? Потому что они пытаются заставить рожать, а не мотивировать рожать. Это большая разница – мотивировать и заставить. Залина, попытаюсь вам возразить. Существует материнский капитал, и на первого ребенка государство обещает выплатить более 600 тысяч рублей. Есть еще какие-то ежемесячные выплаты. Разве не так? У меня есть этот материнский капитал. Так он остался там в России, этот материнский капитал. Никак я им не воспользовалась. На самом деле, когда начинаешь пытаться его реализовать и воспользоваться им, не так уж это все просто, не так уж это легко. Так что не такое уж это на самом деле большое подспорье. Там очень много ограничений по использованию этих денег. Их нельзя просто так взять и обналичить, например. То есть они фактически заморожены, и тебе нужно согласовывать их использование государством. Это не похоже прямо на такой подарок судьбы. Вот если ты строишь дом, то там тоже все очень сложно, чтобы эти деньги пустить в строительство дома. Это тоже нужно бегать, очень большая бюрократическая проволочка и так далее. Короче говоря, эти деньги во многом номинальны. Они не физические. Они как бы есть, но их как бы нет. Я не уголовница, а криминальный авторитет. Дед Хасан в мире феминизма, крестная мать в мире полиамории. Это цитата из вашего телеграм-канала. Много лет вас преследует за защиту прав женщин. Ведь это такая же небезопасная деятельность наравне с поддержкой ФБК или осуждением войны в Украине. Почему так свиреп российский патриархат? Потому что очевидно, что система терпит кризис. А когда система терпит кризис, она начинает выпускать шипы еще больше, еще больше сопротивляться. Собственно, это огромное количество уголовных дел, розысков, репрессий политических. Это следствие того, что система в агонии находится. Это агония системы. Какую выгоду приносит патриархат российским мужчинам? На самом деле никакую. И это печально. Мы знаем, что среди мужчин высокий уровень самоубийств. Мы знаем, что мужчины умирают очень рады от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, грубо говоря, от износа организма, если можно так сказать. Довольно рано умирают, раньше, чем женщины. И это очень известная статистика. И нам ее часто приводят якобы как вот. Женщины, наверное, довели. Но нет, довели на самом деле не женщины, а как раз доводит патриархат. Что-то такое. Это система вот этих так называемых ценностей, построенная на насилии, построенная на убеждении, кто сильнее, тот и прав. Такая система ценностей заставляет тебя, ну, фактически гробить себя. То есть, либо ты сам себя гробишь, там, не знаю, там заставляешь себя работать на трех работах, быть мужиком, кормить семью. Таким образом. Вот так сердце и изнашивается, понятно. Либо ты пытаешься доказать всем, что ты настоящий мужик и идешь на войну. Потому что, ну, типа, я же не трус отказаться от войны, стать антивоенным активистом. Вот это все. И вот так патриархат убивает мужчину. Очень просто. Заключают их в плен. В плен вот этой легенды о настоящем мужике. Грубо говоря. Скажите, а есть ли связь между патриархатом, насилием над женщинами и войной? Разумеется. Сейчас возвращаются с войны участники СВО. И так называемые участники. И мы читаем огромное количество новостей о том, как они там убивают и сбивают женщин. И, в общем, приносят насилие всем. И поэтому говорят, что война приходит домой. Война всегда приходит домой. Не бывает так, чтобы война осталась где-то там. Война всегда приходит домой. В этом вся трагедия и бессмысленность, собственно говоря, войны, что она вредит русским людям так же, как и украинским в данном случае людям. То есть, ну, не так же, конечно, потому что Украина здесь обороняющаяся страна. А, ну, вредит в любом случае сильно. Глава Следственного комитета генерал Бастрекин призывает чаще отправлять трудных подростков в Центре временного содержания, чтобы побороть мятежный и слабо контролируемый дух молодежи. Как бы вы оценили протестный дух российских тинейджеров? Интенсивность и уровень и количество репрессий просто зашкаливают все возможные пределы, просто превысили все возможные ожидания. Поэтому сложно оценить. Я думаю, что мы могли увидеть какой-то протестный потенциал или какой-то процент людей, которые бесстрашно пошли, например, на похороны Алексея Навального. Но это не было просто молодежью, там были люди разных возрастов. Так что здесь сложно сказать, кто больше и в каком возрасте, в какой возрастной категории находится в состоянии некого протеста. Совсем недавно в Казахстане, в мусульманской стране, приняли закон о криминализации домашнего насилия. Далеко не идеальный, но шаг сделан в защиту жертв. За побои грозит арест. Почему на этом фоне Россия все же остается еще дикой страной, где аналогичный документ не прошел через Думу? Потому что Россия абсолютно патриархальная власть, абсолютно патриархальная система. И женщины, которые находятся во власти, они не имеют реальной власти. А если имеют, то они имеют исполнительную исключительно. То есть они винтики в системе. В этом, кстати, тоже проблема. Потому что если бы женщин во власти было необходимое хотя бы 30%, ситуация могла бы сильно поменяться. Почему мы так феминистски говорим о том, что это необходимо? Как бы скандинавские страны показывают, что если во власти 30% женщин, хотя бы есть, то это сильно влияет на социальное благополучие страны, государства. Напрямую. Потому что за стариками, детьми и социальными проблемами в силу гендерной социализации смотрят обычно женщины. Мужчины обычно не смотрят за пандусами, за есть ли где-то пандусы, нет пандусов, например. За этим смотрят обычно женщины. Вот почему так важно, чтобы женщины находились во власти. Потому что они видят те проблемы, которые мужчинам все равно. В той же думе и в Совете Федерации немало женщин, но почему-то их голос не слышен. Более того, идею декриминализации насилия в семье активно поддерживала сенатор Елена Мизулина. Они все патриархального склада, эти женщины. Они никто не феминистки. Они придерживаются других ценностей. Женщин в России больше половины. Почему патриархальные установки, невыгодные 50% населения страны, до сих пор так устойчивы? Потому что закрыт доступ к просвещению. Есть только маленькие каналы, небольшие типа моего, с каким-то просвещением, где говорят какие-то базовые вещи, типа что женщина не должна быть в бытовом рабстве, семьей, детьми и бытовыми вопросами, партнеры должны заниматься на равных, не должен кто-то один на себе все тащить. В общем, короче говоря, даже какая-то базовая информация о том, что отношения должны быть взаимоуважительными и равноправными, партнерскими, она, на самом деле, все еще недоступна этой информацией. Из-за всех утюгов вы можете услышать только какую-то пропагандистскую, патриархальную ересь, такую, что женщина должна подчиняться, терпеть, страдать. Патриархальный брак – это брак, выстроенный на горбу женщин. А в данном случае вообще на ее трупе уже абсолютно мало датка, потому что домашнее насилие, естественно, в патриархальных отношениях просто космического уровня. Моим собеседником была феминистка Залина Маршинколова, авторка телеграм-канала «Женская власть». Дела против подростков множатся. Бастрыкин призывает отправлять мятежных в спецтюрмы, чтобы уже на ранних стадиях проводить корректировку деструктивного поведения. К детям, не стесняясь, применяют взрослые наказания. СИЗО, колонии, психиатрические клиники. О том, почему спецслужбам легче обвинить именно подростков в преступлениях против государства и к чему приводят насилие и изоляция в качестве мировоспитания, в репортаже Никиты Пешкова. Я и раньше понимал, что несправедливости определенные существуют, что вот так ко мне отнеслись. Но сейчас, после этого теракта в Крокус-Сити, я понимаю, что я, как человек, был унижен, будучи поставленным в один ряд с этими людьми или нелюдьми в одну категорию. Мне абсолютно противно сейчас называть свою статью на поверках или еще где-то сильнее, чем когда-либо я понимаю, что меня осудили неправильно. Это фрагмент последнего слова Егора Балазейкина в суде. По версии следствия, 17-летний Балазейкин дважды попытался поджечь военкоматы в Кировске и в Петербурге. Ни одно из зданий не загорелось. Егора обвинили в покушении на теракт и приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Часто в делах против подростков находятся рецепты по изготовлению коктейлей Молотова, планы по совершению поджогов или попытке поджогов и подобные действия, которые в прежнее время скорее расценивались бы как хулиганство, нежели терроризм или экстремизм. Однако еще чаще политические дела — это дела за слова, говорит юрист первого отдела Евгений Смирнов. Ребята, подростки, они являются такой идеальной жертвой для правоохранительной системы. Они очень много общаются в интернете. А именно в интернете, как правило, и выявляются все эти преступления. Вот тебе, пожалуйста, раскрыто уголовное дело. Мы видим, что силовики, они ведь работают не на качество, они работают на количество, они работают на показатель. Показательным является и то, какую меру пресечения избирают для несовершеннолетних. Это все чаще заключение в СИЗО. Они сразу определяются в следственный изолятор, несмотря на то, что их преступление было ненасильственным, нет пострадавших, нет тех людей, на кого они могут оказать какое-либо давление, ну и в силу своего возраста им просто куда-то сложно скрыться из страны. И вот несмотря даже на дополнительные гарантии закона для несовершеннолетних, их все равно отправляют в СИЗО. Почему именно подростки все чаще оказываются в центре внимания российских спецслужб? Потому что они наиболее склонны действовать. Особенности еще не до конца оформившейся психики – это импульсивность, недостаточное понимание последствий своих действий, сильные эмоциональные переживания и проблемы с прогнозированием. Изоляция как метод исправления подростка – способ изначально ошибочный и не ведущий никаким положительным результатом. В этом случае методология спецслужб кажется очевидной. Запугать и самих подростков, и в большей степени их родителей. Пусть увидят, как дорого может обойтись импульсивность их детей. Ведь это не только последствия для самих подростков. Для родителей может быть значительным осуждение соседей и коллег. Вот государство и шлет недвусмысленный сигнал – следите за своими детьми, контролируйте их поведение. Влияние родителей в нашей фантазии сильно преувеличено. Задача подросткового возраста – это как раз-таки сепарация индивидуации, это отделение от родителей, и многое, что происходит назло как раз-таки родителям. На самом деле именно поступки подростков больше всего говорят об истинной реакции общества на происходящие изменения или важные события. Подростки, они что выражают? Они выражают какие-то тенденции, которые существуют. Я допускаю, что протестность, она существует в обществе, и это логично. Чем более репрессивна государственная структура, тем больше протестность. Но у взрослых, в отличие от подростков, есть уже достаточно зрелая лобная доля, и они могут подавить эмоцию, они могут подавить желание действовать. В подростковом возрасте, с точки зрения нормативного развития, эта способность не готова, не развита окончательно, соответственно, подростки будут реализовывать те настроения, которые, в принципе, наверное, в обществе и так существуют. В сети информация о детях Александра Бастрыкина противоречива, но похоже, что они у него есть. И по этому работу следствия и спецслужб Евгений Смирнов желает главе следственного комитета испробовать на себе. Бастрыкину хотелось бы пожелать самому отправиться в эти места и отправить всех его близких людей, чтобы они тоже перевоспитались, чтобы они почувствовали, как там живут люди. Из правительственного учреждения они никого не исправляют, они только калечат судьбы, они калечат семьи, они калечат всю жизнь людям, попавшим туда. В марте на могиле Алексея Навального было найдено письмо третьеклассника со словами «Спасибо, Алексей, что боролся за мое будущее. Без тебя трудно в России. Я из Санкт-Петербурга, и я приехал в Москву ради тебя. Я хочу, чтобы ты вернулся». О попытках генерала Бастрыкина перевоспитать детей и подростков с помощью спецтюрем я поговорил с учителем математики и политиком Михаилом Лобановым. Михаил, надо ли относиться серьезно к этим высказываниям генерала Бастрыкина а-ля Макаренко нашего времени, или это обычный пиар силовика, который пытается каждый раз напоминать о своем существовании? Безусловно, власти давно понимают, что они потеряли молодежь, на самом деле потеряли и средний возраст, и они понимают, что этот процесс будет продолжаться дальше и дальше. А вот последние годы предшествующие, в том числе годы предшествующие вторжению, это чувствовалось. Это прямо из разговоров со старшеклассниками, по крайней мере, школ, куда приходят очень мотивированные школьники. Такие школы есть в каждом городе, такие классы есть в каждом городе. Там была норма иметь политические взгляды, те или другие. Да, они не были все одинаковые. То есть там, конечно, присутствовали какие-то и люди с такой более прогосударственной, провластной позиции. Там присутствовали и те, кто проповедовал националистические, скорее, взгляды, какие-то ультраправые. Но при этом стоит заметить, из впечатлений их одноклассников, вот это вот ультраправое, даже то меньшинство, которое присутствовало с такими взглядами, они скорее, им было неудобно высказывать взгляд напрямую. Они это высказывали либо как критику, либо оставляя оттенок самоиронии, сарказма, потому что чувствовали, что это не очень воспринимается в масти своих сверстниками. Ну, такие взгляды тоже немного наличествовали. И дальше люди, то есть общеоппозиционными взглядами, старшеклассники и дальше студенты с левыми разных оттенков, со сменой поколений, присутствие каких-то левых элементов, мировоззрение становилось все более и более заметно. То есть когда-то, 20 лет назад, это было абсолютно маргинальное, сейчас в этом плане Россия проделала путь, в ходе которого она сблизилась с обществом в западных Европах, и среди молодых поколений такой вот, уже нет такой огромной разницы, какая она у нас была в 90-х, между распределением политических взглядов в России или во Франции, или в Германии произошло определенное сближение. И власти это прекрасно видят и чувствуют. Они видят, что долгосрочно в этом есть опасность. И на очень многие вещи, которые они делают, можно смотреть именно с точки зрения таких вот экстренных мер, попытка эту ситуацию перевернуть. И даже в том числе определенная оптика, взгляд на это вторжение, на эту войну, что это одна из ставок в этом для Кремля, это вот такая попытка через достижение какой-то победы, через такую инъекцию ультрапатриотизма и инъекцию репрессий попытаться что-то сделать с этими новыми поколениями. Понятно, что есть как бы другие вещи, причины, но это бы я тоже не скидывал со счетов. Эта точка зрения имеет право на обсуждение и где-то на уровне интуиции, ввязываясь это к Путину и остальные, скорее всего, это учитывали. Говорит ли детям подросткам правду дома или отдать их полностью в распоряжение школы, куда приходят на уроки о важном участники войны в Украине? Отдать их в распоряжение школы это как раз риск травмировать. Травмировать так, что потом еще детям долго-долго придется самим проходить через это, лечить эту травму, которая нам будет нанесена. Поэтому, безусловно, как можно общаться с детьми и не говорить им правду. они сами спросят, и если вы не будете это делать, это почва для конфликта, для разрыва отношений. А сейчас, в эти очень сложные времена, общение, доверие с вашими близкими, с вами вашими близкими, это, может быть, одно из немногих, что нас удерживает от такого личного сползания в пропасть, в бездну, в депрессию. Поэтому, безусловно, честность и правда в общении с самыми дорогими и близкими нам людьми, в том числе с нашими детьми, это то, что нужно беречь, что нужно защищать, несмотря на какие-то риски, которые создают люди, которые совершенно не думают о будущем нашей страны. Но вы же понимаете, что с этой информацией ребенок пойдет в школу и может вступить в полемику с пропагандистами и начнутся проблемы у всей семьи. Ну, мы видим, что проблемы могут быть, но проблемы могут быть, если вы будете молчать и говорить детям просто слушать учителей, потому что информация дойдет. Мы живем в то время, когда школьники разные позиции обязательно узнают, не только касательно политики, а касательно чего угодного. И только именно доверительный разговор с ними, обсуждение, уважительное донесение своей позиции, это может быть чуть ли не единственный мостик, по которому можно пройти и попытаться избежать рисков и в школе для молодого человека, девушки. И главное сохранить общение внутри семьи, доверительное и уважительное. Моим гостем был математик и политик Михаил Лобанов. А я чуть четку могу. А я вот сами умею шевелить. А я песню знаю, жалестную. У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги, за ее малый рост, малый рост. Но трогать ее не моги, за ее малый рост, малый рост.